Привет, дорогие друзья! С вами Селена Свой, и сегодня я хочу поделиться с вами, что же стоит на моей книжной полке, что я читаю или читала, что прочитала, что буду читать. Вот. Итак, приступим. Я, честно говоря, просто первый раз только подошла, думаю, а расскажу-ка я своим подписчикам, что я читаю. Поэтому будет все сумбурно, начну с английского. Английский бон, купила его когда-то для того, чтобы изучать английский самостоятельно, здесь очень подробно все рассказано, на самом деле расписано, что, ну, конечно же, у кого есть база, хотя бы школа, да, здесь читаешь, здесь транскрипции, занятия, что здесь очень хорошо, что здесь настолько занятия интересные. Я не знаю, это старый учебник, может быть, его уже нигде не купишь. Ну, наверняка есть обновленная версия, они не должны были так просто исчезнуть в полке. Что здесь самое интересное, здесь такой метод построен, что если ты делаешь все практические упражнения, да, они вот как-то задействованы одни и те же слова, тебе не нужно учить слова. То есть вот сиди, да, 20 слов этих выучить, что я очень не люблю, я очень лениво. Здесь просто ты делаешь эти упражнения, и эти слова, они сами собой, хочешь ты этого или нет, они уже откладываются у тебя в памяти. Вот. Дальше. У меня, сразу предупрежу, очень много буддийских книг. Я очень люблю буддийскую философию, буддийский взгляд на жизнь, поэтому у меня много книг. Вот это, например, книжка «Основополагающие упражнения». Каждый буддист, он начинает с простых действий своей жизни, там, медитации и так далее. И есть основополагающие упражнения, ну, с чего все начинают. Ну, вот эта книжка как раз о нигде. Будет интересно, пишите, я расскажу. Вот. Это тоже буддийская книга. В общем, о четках. Знаете, когда медитируют, четки так перебирают, здесь вот про четки. Эту книжку я еще не читала. Эту, конечно, уже не знаю. Дальше у меня на полочке книга тоже на английском. Купила ее на Мальте, когда я издала к своей подружке. Она вся на английском, она не адаптирована, поэтому я ее еще не читала. Но скоро будет. Дальше у меня идет книжечка, ой, это с дисками я покупала. В машине слушала, обычно, тоже английский. Вы, наверняка, думаете, что у меня столько книг по-английскому, я его очень хорошо знаю. На самом деле, ну, я не потерялась за границей, да, но обучалась на Мальте только вот этому. Благодаря чему, кстати, вот, английский. Месяцок побыла там и могу разговаривать. Но книжечки полезны очень. Это уже третий уровень, тоже на английском все. Тоже полегче считать адаптированные книги. Дальше, маленькие книжечки. Это все у меня буддийские книги. То есть, вот, очень кратенько там рассказывают все, это книжечки по медитации. Вот, здесь очень высказывание всяких великих югенов, так их называют, в буддизме. Практика, кто практикует буддизм, развил какие-то качества определенные. Вот, один из известных югенов Миларепа есть такой вот, у нас 100 тысяч песен в его, как бы, слов. Дальше. Сейчас вы подумаете, что я какая-то сектантка. Отношения учителя и ученика, это очень важно в линии преемственности. В буддийской книге. Дальше, вот, интересно. Уже не о буддизме. Хотя тоже оно все очень связано. Стивен Лаберш, Осознанное сновидение. Я занималась Осознанными сновидениями, то есть, практиковала их. Это очень интересно и увлекательно. И если вам действительно будет это интересно, я поделюсь своим опытом с вами. Пишите мне комментарии, кому это интересно. Я сниму отдельное видео для этого и поделюсь своим опытом. И будет, кстати, очень приятно, если вы поделитесь своим, если у вас был какой-то опыт. А если у вас не было его, то его вообще очень желательно приобрести. Это очень круто, не забываем. В общем, об этом я вам говорю очень долго. Далее, история Кармап Тибета. Это такие учителя, духовные учителя в школах буддийских. Вот, например, Далай-Лама, он духовный учитель буддийской школы одной из направлений. И Кармапа – это другой школы буддийских. Как бы все оно об одном и том же, немного там разные методы. Цель одна и та же везде. Это вообще основополагающие, то есть, как бы, шло от самого Будда там, великая печать. Знаете, как вот сказал, так вот оно и постулат такой. Дальше тоже книжечка на английском. У меня только буддизм на английский. Тоже на английском, очень интересная. Это вообще самый легкий-легкий уровень, я ее уже прочитала. Так, искусство медитации. Сори. Так, ну это опять же, да, мне кто-то подарил. Тоже буддийская книга. Шесть освобождающих действий. Что надо делать, чтобы освободиться прям. Прям конкретно. Вот, в общем, это все буддийские книги. Буддийские, 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 маленькие. Вот это такая же похожая. Ну, очень много мне похожих книжечек. Это я не читала. Тоже буддийская. В общем, все буддийское мы убираем. Это мое, как приличное. Дальше. Вот книжечку я не читала, я ее нашла у своего друга. Почему-то она мне очень понравилась. Мне все, знаете, что развиваться, там это, видео. Ну, сейчас видео, да, мы все можем. Ну, в общем, вот интернет-маркетинг на 100%. Я ее еще не читала. Мне кажется, она какая-то интересная. Я вообще по обложечке сужу вот, да, книжечку. Она вот мне очень нравится. Как она сделана. От первых лиц ведущих интернет-компании. Надо будет обязательно прочитать на эти время. Дальше. Наверное, многие мои подписчики, большинство не знают, что я люблю покер. Я играю в покер. Я занималась им профессионально. То есть, ходы, шансы. Все читала, изучала. И вот такую книжечку мне дал почитать мой друг. Но я им в итоге не вернула ее. Если он увидит это видео, она у меня никуда не пропала. Я ее верну когда-нибудь. Спасибо. Вот. Так, это у нас то же самое про буддийских женщин. Женщины мне тоже интересно. Тоже знание о медитации. Это у нас буддийский журнал. Здесь также есть на английском. У меня на русском. Вот. Это трактинг английского. Что у меня книжечка? Вот. НСТС. Это я английский изучала. В НСТС на Майке. Очень, кстати, мне понравилось. Так. Еще некуда складировать. Опять английский. Опять буддизм. Это на английском скамборды. Что-то у меня и почитать оказывается. Как будто нечего. И у меня книжечки пропали. На самом деле у меня было очень много книг. Просто я много переезжаю с квартиры на квартиры. Вот пока я жила в Москве за все это время. И книги. Это вообще одно из самых тяжелых. Что я их перетаскивала. И я потихонечку их раздаривала, оставляла. И вот когда я уже переехала с московской квартиры сюда. Конечно же я много книг просто оставила на той квартире. Все самое важное взяла с собой. Это английский и буддизм. Что мне важно было. А вот книги такие, там, «Алхимик», например, да, «Бах», мне очень нравится, «Ричард Бах». Вот эти вот все книги я перечитала. Это анатомия человека. Болезни и нарушения. Очень интересно. Появилась эта книжечка у меня, потому что я училась на клинического психолога. У нас была анатомия центральной нервной системы. Я никак не могла представить все, что там вот в этом предмете рассказывается. Это просто какой-то кошмар. Сколько информации. А мне нужно все наглядно понимать. Я вот купила, кстати, и стало более ясно все это дело. Вот по покеру у меня подсказочки тут. Ну и все. С книгами это вот все, что у меня на сегодняшний день осталось. Очень мало на самом деле. А было книг очень много. Очень. Я раньше занималась йогой. У меня было йогических книг очень много тоже. Там вот о душе, о теле, все дела. Вот. Я даже и не вспомню. Что я вспомнила, да? Валдин Козлов, психолог. Там был Нарпек. Валдин Козлов, психолог, там был Нарпеков. Валдин Козлов, очень интересные книжечки. Всем рекомендуем почитать. Вот. Так что вот такие дела. Читайте. Если у вас появились какие-то вопросы по поводу каких-то книг, что-то мне будет интересно узнать, пишите мне в комментариях. Я обязательно отвечу. Или создам отдельное видео на ваш вопрос. Все. С вами была Сирена Слэй. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!